В Сочи подвели итоги года. Оргкомитет 2014 пригласил журналистов на экскурсию по олимпийским стройкам. Максим Максимов побывал в будущей олимпийской деревне и на главной спортивной арене, где состоится открытие игр. Обтягиваем эту сторону, потом нижнюю, а потом обратную сторону. Бригадир монтажников Иван Кожушка утверждает, на стадионе ФИШТ важна каждая правильная затянутая гайка. Возведение объекта проводится по уникальным технологиям. Каркас здания и подвесной крыши сможет выдержать землетрясение в 9 баллов. Аналогов нет ни в России, ни в мире. Стадионы-то не часто строятся. И один на один не похожи. Все же разные. Это, конечно, громадные. Металла очень много. Спортивная арена стадиона ФИШТ является одной из основных интриг Сочи-2014. Как известно, организаторы всех олимпиад пытаются удивить зрителей во время открытия. Так вот, то, чем будут удивлять, закладывается в конструктивные особенности стадиона прямо сейчас. Но подробности, естественно, не раскрываются. Но один из секретов ФИШТа все же стал известен, хотя слухи об этом ходили давно. После олимпиады стадион продолжат достраивать. Возведут дополнительные трибуны. В 2018-м именно здесь пройдет чемпионат мира по футболу. После проведения Олимпийских игр необходимо будет еще довершить ряд работ. Именно дополнить вместимость здания до 45 тысяч зрителей. В настоящее время вместимость до 40 тысяч зрителей. На берегу Черного моря расположились пять ледовых арен для хоккеистов, конькобежцев, фигуристов и кирлингистов. Такое компактное расположение, хоть пешком ходи, впервые за историю Олимпиады. Большинство арен обрели силуэты. Каркасы готовы, полным ходом идут работы внутри объектов. Мировые рекорды скорости на льду зависят от сотен факторов. От холодильных установок до правильной вентиляции. Для этих целей мы напрямую сотрудничаем и находимся под патронажем Союза конькобежцев России. Они осуществляют за нами и вместе с нами постоянную работу по этому вопросу. Обретает очертания и Олимпийская деревня. Кроме домиков для спортивных делегаций, здесь строится и отель мирового класса. Будущим постояльцам обещают все радости пятизвездочного отдыха, а в перспективе еще и яхт-клуб. Здесь бассейна есть, и открытые два бассейна, и закрытый бассейн, и шикарный спа-центр. Ну и остальные услуги, точек питания, которых здесь тоже достаточно. Возведение спортивных объектов здесь сравнивают с семью днями творения. По этому условному календарю воскресный день отдыха от трудов праведных уже не за горами. Я думаю, что на сегодняшний момент это утро пятницы. Потому что у нас, можно сказать, что объекты уже в завершающей стадии строительства осталось совсем немного. Большинство стадионов и спортивных трасс дадут уже в следующем 2012 году. Затем объектам предстоит строгий экзамен. На них проведут многочисленные тестовые соревнования. И только после этого сделают вывод об окончательной готовности к зимней Олимпиаде. Максим Максимов, Александр Полянский, НТВ, Сочи.